на третьей неделе марта как мне кажется два основных события будут обсуждаться области гражданской авиации это конечно новые инициативы аэрофлота давайте об этом и поговорим аэрофлот планирует увеличить объем дополнительных вернее доходов от дополнительных услуг 6 процентов до 20 и параллельно с этим вводят линейку новых без багажных тариф заключается ли идея в том чтобы вынести часть услуг из тех которые входили в тариф и были оплачены в рамках билета вынести их отдельно и продавать отдельно или же речь идет про то чтобы добавить какие-то новые услуги существующему пакету вот наверное в этом вопрос но мне кажется что первая часть которую повышение 6 до 20 процентов объема дополнительных услуг было бы очень хорошо если в это были действительно новые услуги которые как бы не входили в договор перевозки классически существующий и пока еще перечня говорят что это будет 20 услуг перечня их пока нет некоторые из них но так предварительно анонсированы и я думаю что услуга например по подхвату забора багажа пассажиров дома и избавление пассажиров от процедур связанных с создачей багажа это хорошая услуга и многие наверняка вы ее захотели купить просто чтобы они не оказались чересчур убыточными для аэрофлота но расходными потому что уже речь идет о том чтобы увеличивать доходы от этих услуг а нет но я совершенно согласен но как мне кажется ожидание сегодняшних пассажиров сильно превосходят тот пакет услуг который входит в традиционную перевозку пассажирскую дело в том что сегодня поколение молодежи имеет совершенно другой набор услуг который касается и аэропорта и борта самолет и совершенно очевидно что услуга номер один это быстрый качественный интернет и эта услуга превосходит все остальное вместе взяты потому что совершенно очевидно что для людей молодых находиться на связи намного важнее чем получить там этот самый бутерброд как мне кажется ну да потом опять же как бы поскольку авиаперевозки стали но так если удельно пересчитать или пересчитать на доходы ну как угодно пересчитывая по сравнению с тем что было 30-50 лет назад они стали гораздо дешевле доступны соответственно гораздо более доступны и соответственно когда сейчас показывают допустим фотографии 50-х годов или 60-х как кормят в самолетах ну окей просто как по тем по тем ценам вполне можно было предложить и ресторанный уровень питания тому небольшому количеству пассажиров которое тогда было сейчас для миллионов человек то что все это свелось каким-то стандартным сэндвичом или вообще просто отсутствует в общем это вполне такой ожидаемый итог